Сегодня во всех школах первый полноценный рабочий день. В нескольких учебных заведениях с сентября начался эксперимент. Дети будут учиться по электронным учебникам-ридерам. Между тем, вопрос обеспечения школьников бесплатными учебными пособиями остается по-прежнему актуальным. Анастасия Виналович продолжит тему. Специалисты говорят, что ситуация с учебниками полностью разрешится через 2-3 года. И, скорее всего, школы вернутся к старой пятилетней схеме использования учебников и передачи их от класса к классу. В Кирове 66 общеобразовательных школ, в которых учатся около 40 тысяч школьников. Школы ежегодно получают субвенцию из федерального бюджета, которую самостоятельно распределяет директор школы. Деньги идут на зарплату учителям, на повышение квалификации, на ремонт, компьютеризацию, а также на учебное пособие. Полномочия за обеспечение детей бесплатными учебниками возложены на образовательные учреждения. И мы ежегодно ставим перед директорами школ задачу выделять из данной субвенции деньги на учебники. В прошлом году на учебники школы потратили порядка 46 миллионов рублей. Тем не менее, бесплатных учебников хватило не всем. На сегодняшний день обеспеченность учебников у нас средним по школам 85%. Если мы берем начальную школу, это 90% уже обеспечены государственными учебниками. 5-9 классы это 81%, 10-11 классы 76%. Вот примерно как у нас сейчас идет расклад. В ближайшее время, я думаю, года два, и мы достигнем результативности полностью перехода на 100%. В этом году для учащихся 4-х классов, а их в Кировской области почти 12 тысяч, вводится новая дисциплина – основы религиозных культур и светская этика. 18 миллионов из областного бюджета было потрачено на новые учебники и на пособия для 5-10 классов под названием «Я гражданин». Среди инноваций – внедрение в школьную систему электронных учебников. Миллион 200 тысяч рублей тоже выделены в 2011 году, но для обеспечения обучения уже в новом учебном году. Областью централизованно приобретено 100 комплектов интерактивных мультимедийных электронных учебников. Учебники эти распределены в три Кировских областных государственных общеобразовательных автономных учреждения, и с 1 сентября 2012 года начнется апробация данных электронных устройств. Приживется ли новшество – покажет время. Многое зависит от учителей и их подходов к преподаванию и освоению нового. Анастасия Войнолович, Игорь Охотников, Вести, Киров.